Уважаемые коллеги, счастливое истечение обстоятельств, а на самом деле прозорливость программного комитета и, в частности, Ирины Александровны, сделали таким образом, что первые два замечательных доклада очень подробно охарактеризовали современные представления об участии иммунной системы в опухолевой прогрессии и о возможных методах лечения и регуляции этих процессов. Доклад, который я бы хотела вам представить, он будет касаться фактически клинической ситуации. Сразу скажу, что конфликта интересов нет, но работа поддержана грантом РНФ, и мы сейчас продолжаем эти исследования. Что бы хотелось сказать, прежде чем приступить к изложению материала. Мы все хорошо знаем гетерогенность любого процесса у разных людей. И, как буквально последними фразами сказал Андрей Семенович, необходимость персонификации, необходимость узкой стратификации групп должна быть соблюдена для того, чтобы получить эффект. То есть мы должны знать показания и должны знать методологию применения наших воздействий. В последнее время, я думаю, что уже даже не требует обсуждения, хорошо известно, что опухоль эволюционирует, появляются клоны. Но мы говорим не об опухоли отвлеченной, а о процессе, который мы наблюдаем в клинической ситуации. И иммунная система является участником этой клональной эволюции опухоли. Она создает адаптивное микроокружение. И важен очень тот факт, что особенности биологического поведения каждой опухоли у каждого индивидуума определяются специфическими молекулярно-генетическими изменениями как самой опухоли, так и микроокружения. И одним из факторов клональной эволюции у больных с злокачественными новообразованиями, которых мы наблюдаем в клинике, является химиотерапия. Она фактически обеспечивает клональное разнообразие опухоли и обеспечивает условия для вовлечения иммунной системы в ответ на химиотерапию. Я уже в предыдущих докладах об этом говорила. Мне просто хочется обратить ваше внимание, что химиопрепараты с генотоксическим механизмом действия, в принципе их достаточно много уже известных с таким механизмом действия и FDA утвержденные, они приводят к изменению состояния иммунной системы и к изменению состояния опухолевых клеток. Они активируют врожденный иммунитет, активируют адаптивный иммунитет. И в третий момент они убирают супрессорные факторы. В свою очередь опухолевые клетки становятся антигенными, то есть содержат распознаваемые антигены, соответственно иммуногенными, и увеличивают свою чувствительность к воздействию иммунной системы. На этом рисунке я не буду останавливаться подробно, просто хотелось бы сказать о том широком спектре препаратов, которые действуют таким образом, но и о определенной специализации взаимодействия определенных препаратов с определенными лекарственными средствами, что открывает возможности каких-то специфических подходов сочетания воздействия на иммунную систему и цитостатических препаратов. В принципе, объектом наибольшего внимания в моей презентации будут макрофаги, и поэтому я бы хотела остановиться на том, как макрофаги участвуют как раз в процессе реализации действия химиотерапии. К сожалению, почему-то дрожит изображение. Я тогда скажу просто словами, что есть возможности со стороны макрофагов, как способствовать реализации противоопухолевого действия химиотерапевтических агентов и известные механизмы такого действия. Но также есть и ситуации, когда макрофаги промотируют опухолевый рост и вовлекаются в опухолевую прогрессию именно на фоне применения химиотерапевтических агентов. Поэтому для того, чтобы понимать, в какой ситуации что происходит, необходимо определение фенотипа макрофагов, которые связаны с хорошим или плохим ответом на химиотерапию. Такие данные могут служить также в качестве предсказательных маркеров эффекта химиотерапии и способствовать тому, чтобы выбрать соответствующую терапию. Допустим, если опухоль резистентна к химиотерапии, то, может быть, применить подходы перепрограммирования макрофагальных клеток. Я прошу прощения, у меня тут был рисуночек, и он почему-то не проявляется. Здесь я буквально скажу два слова о том, что разнообразие как моноцитов в крови, так и макрофагов в тканях очень велико, и как раз вот эти особенности, они тоже могут в существенной степени определять направление участия макрофагов в реализации цитостатической химиотерапии. Основное деление макрофагов в опухоли происходит на опухоль промотирующие и противоопухолевые. И Андрей Семенович уже об этом говорил и Зайра Григорьевна. В общем, два типа макрофагов М1 и М2, которые генерируются под влиянием разных цитокинов и химокинов, обладают разными свойствами, сами продуцируют тоже отличные друг от друга цитокины и химокины. Но деление сейчас на М1 и М2 достаточно условно. Хотя известно, что транскрипционный профиль из 20 генов, который повышен, экспрессия генов повышена у макрофагов 1 типа, их нет у макрофагов 2 типа повышенных, и наоборот, 19 генов у макрофагов 2 типа отличаются от тех, которые есть у макрофагов 1 типа. Но на самом деле следует сказать, что пластичность макрофагов настолько велика, и есть, как и пересечение экспрессии определенных генов между макрофагами. И сейчас уже говорится о функциональной значимости отдельных субпопуляций макрофагов, которые могут участвовать в определенных процессах, например, в регуляции процессов неоангиогенеза, например, в регуляции процессов супрессии. процессов метастазирования, то есть регуляции подвижности клеток, регуляции превращения, проведения эпителиально-мезонхимального перехода для того, чтобы клетки могли выйти в циркуляцию и затем пойти уже во вторичные органы метастазирования. И все это происходит под воздействием различных цитокинов опухолевого микроокружения, и это происходит путем транскриптовных перестроек генного профиля опухолеассоциированных макрофагов, что еще раз подтверждает высокую их пластичность и, соответственно, открывает перспективы возможного влияния терапевтического на эти клетки. Мы остановим свое внимание на макрофагах CD68 положительных, это, в общем, пан-маркер макрофагов, и особое внимание хотелось бы обратить на достаточно новые, скажем так, молекулы хитиназоподобных белков, которые в последнее время, как было показано соавтором этого доклада, Кжишковской Юлией Георгиевной, Гильдебежский университет, они принимают активное участие в процессах воспаления, и, как оказалось, они связаны с альтернативно активированными макрофагами. У нас время есть, потому что у нас нет одного доклада, поэтому не разрешили. Мы изучали связь экспрессии генов-маркеров опухоли-ассоциированных макрофагов с эффектом терапии и прогрессией, конкретно с эффективностью неодевантной химиотерапии. Это больные раком молочной железы, которые получали предоперационную химиотерапию стандартную, сравнивали с лимфогенным метастазированием, факт наличия лимфогенных метастазов и интенсивность лимфогенного метастазирования. С гематогенным метастазированием – это наличие отдаленных метастазов и безметастатическая выживаемость. Получение данных в вышеперечисленных задачах может способствовать, во-первых, выявлению маркеров предсказания эффекта химиотерапии, о чем я уже говорила раньше, во-вторых, выявлению маркеров прогрессии, а в-третьих, мишеней для воздействия или перепрограммирования в частности. Но для того, чтобы получить более нацеленный результат, мы стратифицировали больных в зависимости от... Вернее, результаты, которые мы получали, были стратифицированы в зависимости от гетерогенности взаимоотношений опухоли и микроокружения и в зависимости от внутриопухолевой гетерогенности. Я сейчас достаточно кратко попытаюсь изложить то, что у нас получилось, но далеко не все результаты здесь представлены. Гетерогенность взаимоотношений опухоли и микроокружения – это, в общем-то, такой же уже совершенно достоверный факт биологии опухолей. Здесь показан пример такой гетерогенности при раке молочной железы, который нам представили наши патологи под руководством профессора Перельмутера Владимира Михайловича. И здесь мы видим, что в разных участках или компартментах опухоли – это макрофаги CD68 – мы видим разный характер взаимоотношений этой инфильтрации. Как оказалось, этот характер существенно влияет и на маркерную значимость. Например, снижение инфильтрации макрофагами CD68 в участках опухоли с грубоволокнистой стромой мы наблюдали в случаях с полной регрессией. То есть это потенциальный маркер полной регрессии, но отнесенный именно к определенному компартменту. Эти данные были описаны в статье в иммунобиологии. И еще два факта, которые там были описаны, я сейчас расскажу, что CD68 в макрофагии, инфильтрирующей область паранхематозных элементов, то есть это один из видов взаимоотношений микроокружения и опухоли, коррелирует с наличием мифогенного метастазирования после неодевантной химиотерапии. И число CD68 положительных и стабилин, положительных макрофагов, а стабилин – это маркер альтернативно активированных макрофагов, то есть М2, коррелирует с числом метастатических узлов, лимфоидных лимфоузлов. И эти клетки являются маркерами в том случае, если они инфильтрируют грубоволокнистую строму. Вот эти результаты, и те, которые я здесь, к сожалению, не смогла представить из-за ограниченности времени, они совершенно четко указывают на то, что функция макрофагов зависит от их локализации и микроокружения опухоли. Но вот в качестве еще одного примера, который может быть наиболее, так сказать, оптимален, можно говорить о гетерогенности макрофагов. В частности, я знаю такие данные по гипотоцеллюлярной карциномии, когда функция макрофагов, которые формируют фронт движения клеток, а подвижность клеток в данном случае свидетельствует о высокой метастатической способности, что эти макрофаги имеют совершенно другой фенотип, чем те макрофаги, которые инфильтрируют опухоль в других участках. Эти таблицы не для того, чтобы их рассказывать, а отражают экспрессию генов маркеров макрофагов в опухоли у больных раком молочной железы с разным ответом на неодевантную химиотерапию. Мы видим, что полная регрессия связана с высокой экспрессией CD68, CD31. Это маркер неоангиогенеза, и хотя это на первый взгляд кажется странным, что хороший ответ с хорошим неоангиогенезом, потому что считается, что все-таки фактор неоангиогенеза – это опухольпроматирующий фактор. Но в последнее время, и даже на примере применения моноклональных антител, антиангиогенных, свидетельствует о том, что нормализация сосудистого русла играет очень большую роль в реализации эффектов химиотерапии. И фактически мы можем говорить здесь о том, что найден… Да, и еще два маркера CCL18 и CD206, они фактически связаны с чувствительностью к химиотерапии применяемой. Значит, здесь показана связь экспрессии изучаемых нами маркеров с метастазированием. И мы видим, что более высокая экспрессия связана с вот этих представленных генов. Здесь добавились гены IKL39 и SI-CLP – это хитиназоподобные белки – связанные с отсутствием отдаленного метастазирования. Это в группе тех больных, у которых не наблюдалось эффекта химиотерапии. А в то же время такой связи и вообще никакой связи с отдаленным метастазированием мы пока не обнаружили в той группе больных, у которых был хороший эффект химиотерапии. То есть с этим надо будет разбираться и находить объяснение. Значит, вот я сказала, что IKL39 – экспрессия связана с метастазированием, в частности, с безметастатической выживаемостью. Это вот представлена диаграмма для него. И особо бы хотелось обратить на него внимание. Он является маркером макрофагов, но он локализуется не только в цитоплазматических визикулах, а в том числе и в ядерных гранулах. И это предполагает его возможность не только действовать вне клеточно, а также возможность выполнять регуляторную функцию для программирования самих макрофагов. Была подана заявка на патент. Буквально перед отъездом мне сказали, что получено положительное решение. Это результаты, которые получил Николай Васильевич Литвяков в рамках выполнения нашего гранта. И фактически формула этого патента свидетельствует о том, что наибольшая частота развития, более высокий риск возникновения гемитогенных метастазов, как мы определяли по более короткому периоду безрецидивной выживаемости, связан с низким уровнем экспрессии гена белка ВКЛ-39. Интересно, что когда мы определили еще один маркер макрофагов, то в ИКЛ-39 положительные, CCL-18 положительные, показали такую же динамику без метастатической выживаемости, что также говорит о возможном маркерном значении CCL-18. К сожалению, здесь, наверное, сложно. Это просто слайд в качестве примера использования конфокальной микроскопии. Я думаю, что сейчас все присутствующие здесь знают возможности эти. Мы имеем возможность конкретно указывать на присутствие того или другого маркера на популяции макрофагов первого или второго типа, для которых есть определенные, связанные с этим типированием маркеры. Таким образом, первая часть моего сообщения показала гетерогенность опухолевого микрохожирения и разную связь изучаемых клеток и их молекул в разных сайтах с эффективностью химиотерапии и метастазированием, что подтверждает, как я уже говорила, разную функциональную активность макрофагов в разных компартментах опухоли. И свидетельствует о том, что хитинозоподобные белки можно рассматривать в качестве потенциальных маркеров прогноза, предсказания и мишений для терапевтического воздействия. Я еще раз напомню, что это медиаторы воспалительных процессов, а мы знаем прекрасно, насколько важен воспалительный процесс в опухолевой прогрессии. И вторая часть посвящена гетерогенности опухоли и влиянию этой гетерогенности на микроокружение. В принципе, я ранее в своих докладах уже говорила о внутриопухолевой гетерогенности. Наши патологи открыли 5-6 форм именно гетерогенности опухолевых клеток, гетерогенности опухолевых структур. То есть здесь речь не идет о микроокружении. Это 3D-изображение на конфокальном микроскопе. То есть они все отличаются. И они на самом деле биологически представляют из себя скопления опухолевых клеток разной формы, но эти скопления обладают разной инвазивной способностью, то есть разным потенциалом к метастазированию. То есть функционально обусловленные. И вот как раз на этом слайде показаны результаты полнотранскриптованного анализа различных морфологических структур опухоли молочной железы. Здесь выбран четко один патеп, люминальный B-подтип. И показана высокая схожесть структур одного типа с друг с другом, что указывает на их принадлежность к функционально обособленным популяциям опухолевых клеток, как я уже и говорила. На данной картинке, которую, конечно, очень трудно здесь интерпретировать, показано распределение макрофагов и фиброгласов вокруг различных морфологических структур. Но вот поверьте мне на слово, что характер этого распределения различен, потому что мы проверяли его и при помощи иммуногистохимического анализа с использованием различных маркеров. Оказалось, что вокруг разных структур экспрессия генов, которые регулируют интеллигенцию макрофагов, она различна. И здесь рисунок представлен таким образом, что от зеленого наиболее слабого экспрессии до красного. Мне хотелось бы обратить ваше внимание, что дискретные клетки, которые, как оказалось, обладают очень высокой метастатической способностью, продуцируют цитокины, которые способствуют привлечению макрофагов в окружении этих дискретных клеток. Здесь мы видим, что экспрессия генов, маркеров, макрофагов и фибробластов в микроокружении разных структур существенно различается. И вот этот слайд я специально не стала каким-то образом компоновать по группам цитокинов. Это те цитокины, которые высоко экспрессируются, это цитокины, ростовые факторы, которые высоко экспрессируются в разных морфологических структурах опухоли молочной железы. И можно видеть, что где-то только около 30% этих генов пересекаются, активированных генов, а остальные являются специфическими. То есть что можно сказать? Что внутриопухолевая гетерогенность представляет из себя функционально обособленные популяции опухолевых клеток, которые обладают разным метастатическим потенциалом. И, как мы видели, они могут формировать разное микроокружение около разных морфологических структур. И фактически эти результаты могут служить для поиска маркеров прогноза и ответа на терапию. С точки зрения той методологии, которая представлена в клинических исследованиях и которая направлена на то, чтобы найти оптимальные условия использования маркеров прогноза или маркеров предсказания химиотерапии или впоследствии мишеней для воздействия, как раз стоит применять эту методологию, которая учитывает гетерогенность опухоли, гетерогенность микроокружения, гетерогенность взаимоотношения опухоли с тромой и воспалительного компонента. На этом слайде представлены уже имеющиеся и даже еще не до конца, так сказать, здесь, это слайд 2015 года, возможности воздействия на мишени, в том числе и на макрофагии, как пример прогрессии знаний в этой области. И последний, заключительный слайд, мне бы хотелось, я его повторяю из доклада в доклад, достаточно часто, о том, что взаимодействие иммунной системы и опухоли и возможность влияния на их взаимоотношения в опухолевой прогрессии, должна быть направлена терапевтическая активность, должна быть направлена на регуляцию воспалительного микроокружения, на метастатические ниши и на модуляцию иммунного ответа. В частности, что касается первичной опухоли, это возможность перепрограммирования стромально-воспалительных элементов для противодействия опухоли, это воздействие на специализированные популяции опухоль промотирующих макрофагов, это реверсия или повреждение уже преметастатических ниш, это вторичных очагов метастазирования, и фактически может быть осуществлена терапия ниш для ингибиции хронического воспаления, как фактора, чрезвычайно важного для созревания ниш и появления макрометастазов. И поскольку мы видим вот такие тесные взаимоотношения иммунной системы и химиотерапевтических препаратов, то, конечно, стоит задача найти предпосылки или показания для оптимальной комбинации химиотерапии с иммунотерапией для повышения эффективности лечения. Здесь представлены коллабораторы. В общем-то, мы работаем в основном в одном институте с Юлией Георгиевной Гжишковской. У нас есть общая лаборатория в рамках повышения конкурентоспособности университетов Российской Федерации. Благодарю за внимание. Спасибо, Надежда Викторовна. Вопросы, пожалуйста. Будьте добры, Михаил Валентинович. Надежда Викторовна, правильно ли я понял, что основная роль макрофагов заключается в стимуляции неоангиогенеза, соответственно, повышении биодоступности химиопрепаратов с одной стороны, а с другой стороны, что способствует метастазированию, а отнюдь не их иммуносупрессивное свойство? Спасибо за вопрос, Михаил Валентинович. Я думаю, что вот из той фактуры, которую я здесь представила, мне вряд ли можно будет это каким-то образом обосновать. Но все-таки основное внимание мы уделяем тому, что макрофаги очень пластичны. И я вот не зря попыталась показать, что нет такого жесткого разделения, вот ты М2, ты М1, и неоангиогенез это всегда плохо, а отсутствие это всегда хорошо, потому что в данном случае ведь это ассоциативная связь. Вот то, что я показываю, это ассоциативная связь маркеров неоангиогенеза, то есть CD31 повышенной экспрессии, она свидетельствует о том, что идет процесс формирования сосудов. Что, казалось бы, с одной стороны плохо, но я совершенно четко знаю, что есть данные о том, что нормализация способствует увеличению эффекта химиотерапии. К сожалению, вот только на таком уровне. И если позволите, еще второй вопрос. Вот когда вы говорите о микроокружении, вы имеете в виду микроокружение структур внутри опухоли, то есть о опухоли инфильтрирующих макрофагах или о паратуморальной инфильтрации? Я говорю о сожительстве опухолей инфильтрирующих и стромальных клеток, которые наблюдаются в ткани. То есть, я говорила здесь в данном случае о двух типах гетерогенности. Есть гетерогенность, собственно, паранхематозных структур, то есть чисто опухолевых клеток. И есть гетерогенность стромальных структур и инфильтрирующих макрофагов, лимфоцитов и фибробластов, которые по-разному соотносятся с наличием паранхематозных структур. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо, Надежда Викторовна.